Роспотребнадзор Меньше недели назад эпидемический порог в крае был превышен более чем на 37%. К нам в редакцию обращаются жители региона, которые говорят, что больных еще очень много. Стационары переполнены, люди сообщают о новом всплеске инфекции. Так ли это? В ближайшее время мы намерены получить комментарии от Роспотребнадзора. В любом случае, даже если ограничительные мероприятия по гриппу сняты, нужно быть готовыми к любой ситуации. Вот, например, в Рубцовске уже вели режим повышенной готовности. Нет, причина не гриппа, а главный канализационный коллектор, который обрушился. Подтопленными оказались подвалы 115 многоквартирных домов, трех школ, шести детских садов, двух спортивных школ. Чтобы перекачивать отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор, пришлось подключить дополнительную насосную станцию. На работы по ремонту потребуется, по словам властей города, не меньше двух недель. Чтобы не было пробок, земляные работы решено не проводить. Ремонтировать коллектор будут методом проколов. Из бюджета города на эти цели выделят 5 миллионов рублей. Кстати, причиной обрушения коллектора, по официальной информации, стал износ сетей. Объект построили еще в 1965 году. А вот дольщики скандально известного Демидов парка заселятся в свои квартиры, но по последним данным не раньше лета. Новые сроки обозначил на встрече с журналистами руководитель краевой госинспекции Олег Веремеенко. Напомним, на протяжении шести лет больше 500 человек не могут получить свои квартиры. Заселиться дольщики рассчитывали уже в марте этого года. Однако на объекте все еще продолжаются работы по благоустройству придомовой территории, а также отделка первого этажа. А так как застройщик находится в процедуре банкротства, документы на свои квартиры дольщики смогут получить лишь по решению суда. Процедура займет 2-3 месяца, пояснил руководитель краевой госинспекции Олег Веремеенко. Конкурсный управляющий ведет параллельно работу. В арбитраж подан протокол о предоставлении всей документации, необходимой для участников долевого строительства. Прекрасно знаете законодательство, что это все должно быть оформлено через суд. Он тоже ищет правду. Крупный пассажироперевозчик Барнаула обратился в Следственный комитет России и прокуратуру края с просьбой разобраться в ситуации и вернуть себе право работать на трех городских маршрутах. В компании считают, что комитет по дорожному хозяйству Барнаула безосновательно лишил предприятия возможности на перевозку. Это подтвердило и заключение антимонопольной службы, но чиновники отказываются его исполнять. Напомним, Агастранс больше 10 лет работал на маршрутах 33, 77 и 121. В этом месяце у компании заканчивается свидетельство, поэтому Дорожный комитет осенью прошлого года объявил конкурс на эти направления. Как сообщают руководители предприятия, в первый раз им отказали в участии задолго в 26 копеек. При повторном конкурсе Агастранс проиграл другой компании Транслайну. Ее подготовку оценили выше, при том, что компания зарегистрирована в Повалихе и в ее штате официально 4 сотрудника, а ее автобусы сейчас ходят по маршрутам в городах и районах края. Хотя такая занятость машин запрещена положением конкурса. Более того, юристы Агастранса всерьез сомневаются в том, что конкурент найдет к сроку необходимые 4 десятка автобусов и водители на них. К нам уже обращаются с просьбой предоставить данные автобусы на линию, так как автобусов нет. Те автобусы, которые были заявлены на конкурс, они остаются в тех городах. Но это же очевидно. То есть к вам сам Транслайн обратился? Через третьих лиц к нам обращаются некие лица с просьбой предоставить автобусы. Понимаете? Комитет об этом знает. Они говорят, да, они ищут автобусы. У них еще есть время, они, может быть, их найдут. Новичок должен заступить на три маршрута уже 26 марта. При этом антимонопольщики нашли многочисленные нарушения при проведении конкурсов пассажироперевозчиков и выдали с заключения отменить его итоги. То есть вернуть право работы на маршрутах ага странцу. Но в Дорожном комитете города с этим не согласны. Примечательно, что на прошлой неделе на официальном сайте администрации Барнаула появилась информация о том, что во исполнение предписания антимонопольной службы результаты конкурса аннулированы. Однако уже через несколько дней сообщение было удалено. Добавим, что в подобной ситуации еще один барнаульский перевозчик И.П. Еньшина, он тоже ищет правду в суде. Ну а мы продолжим выпуск и напомним, что до премьеры нового театрального сезона «Большая сцена» осталась чуть больше месяца. Участники проекта активно репетируют за актерскими перевоплощениями, понаблюдала наша съемочная группа. Еще и дни. Вот так из политиков, бизнесменов, журналистов рождаются настоящие актеры. Здесь их разминают, учат и даже ломают. Театральная группа режиссера Дарьи Уханковой встречается не в первый раз. Репетиции участников проекта «Большая сцена» в самом разгаре. Я хочу в первую очередь попробовать себя в качестве актера. Второе, я хочу узнать, как театр устроен изнутри. За основу спектакля режиссер взяла произведение Ивана Виропаева «Город, где я». Дарья Уханкова говорит, что сценарий искала под характеры своих подопечных. Главная мысль пьесы – и хорошее, и плохое надо заслужить, выстрадать. Я понимаю, что материал зашел в актеров, что это был тот материал, который действительно их поразил, который пришелся им как раз к сегодняшнему дню, попал в них действительно. Но это просто удивление для меня, что вот так вот мы совпали. Кстати, параллельно у остальных театральных групп «Большой сцены» тоже проходят репетиции. Плод работы всех актеров зритель увидит 18 апреля на сцене Дворца культуры Барнаула. На театральных подмостках живут четыре истории. Такие разные, трогающие и шокирующие. Ирина Корчагина, Анна Адамайт и Сниклай Шелкон. Наши новости. А сейчас в погоде спонсор прогноза ПАО «КБ Восточный». Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. В Крае переменная облачность, возможен небольшой снег. В Камни-Наби, Рубцовский минус 5, в Зминогорский минус 2, в Алейске на градус холоднее, в Заринске около 0, в Барнауле днем до минус 2. Телефон нашей редакции 722-440. Встретимся в вечернем эфире. Встретимся в вечернем эфире.